Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Самогон Саныч. И сегодня вопрос от начинающего самогонщика под ником SurSat. Извините за мой французский, ибо ник опять на латинице. И вот что он пишет. Почему бочку можно использовать 4-5 раз, а щепу нет? Принцип же один. Ну, во-первых, принцип не совсем один. Дело в том, что процессы, которые происходят в бочке, они не происходят в стеклянной банке, в которую вы положили щепу и проводите настаивание. Бочка дышит, туда попадает кислород, там свою долю забирают ангелы. Если кто не знает, это просто так называют самогонщики со стажем, что ангелы забрали, ангелы выпили. И на самом деле здесь просто идет такой процесс, что поскольку бочка дышит, то часть спирта испаряется. И в бочке вашего дистиллята становится периодически меньше. Соответственно, иногда приходится даже доливать. Ну, про ангелов мы разобрались. Тем не менее, основное отличие настаивания на щепе и настаивания в бочке я вам сказал. Теперь почему 4-5 раз? Значит, дело в следующем. Когда мы заливаем самогон в бочку, неважно какой самогон, самогон начинает из верхних слоев бочки внутренних, там, где он соприкасается с досками бочки, он из верхних слоев начинает вымывать, втягивать себя в все те вкусняшки, которые находятся в дубе. И постепенно самогон проникает все глубже, глубже и глубже. Другими словами, сначала он вымывает с поверхности небольшой, достаточно тонкий слой, потом проникает в бочку глубже, оттуда достает как бы вкусняшки и так далее, и так далее. В итоге в бочке самогон может проникнуть на 2-3 миллиметра, по-моему, максимально. И вот тогда он уже дальше перестает проникать дальше. И, соответственно, мы уже не получаем никаких вкусняшек в наш дистиллят. Другими словами, вот пока самогон проникает в ткани дерева, мы получаем с вами дистиллят ароматный. Как только самогон уже доходит до такого уровня, что он дальше просто проникнуть не может, соответственно, мы уже не получаем вот эту аромантику. Именно поэтому бочка использует 4-5 раз. Одну заливку сделали, самогон проник там, грубо говоря, на полмиллиметра, вторую заливку сделали, он там еще на полмиллиметра и так далее. Вот после 5-го раза, как правило, он уже достал все, всю ароматику с этой бочки, и бочка уже не работает. Ее можно, конечно, реставрировать, об этом отдельный разговор, а можно просто оставить в качестве хранения для вашего самогона. Он уже все равно вряд ли будет у вас ароматным. Но это бочка. Теперь идем дальше. Что происходит, когда мы в банку кладем досочки или палочки? Они тоже достаточно толстые. И вот палочки тоже могут работать до трех раз. То есть первая заливка, самогон с верхнего слоев все достал из этих палочек. Вторая заливка, он проник чуть глубже, достал оттуда. Третья заливка, это последняя, как правило, он тоже из них что-то достал, и вы получили ароматику. Если вы берете щепсы или чипсы дубовые, так называемые, здесь совершенно по-другому. Первая же заливка, она полностью все вытянет из этой щепы, из этих чипсов, поскольку они сами по себе размеры достаточно маленького. И, соответственно, они в первую партию залива самогона отдадут всю свою ароматику. Поэтому они уже больше не используются. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос, почему бочка используется 4-5 раз, а дубовые щепа или дубовые чипсы только один. С вами был Самогон Саныч, подписывайтесь на канал. Если вы делаете первые шаги в увлекательном мире домашнего самогоноварения, рекомендую приобрести мою книгу «Самогоноварение для чайников». Независимым издательством Ридера эта книга была признана бестселлером 2020 года. Книга продается исключительно в печатном виде. Ссылочка на интернет-магазин в описании под данным видео. С вами был автор книги Самогон Саныч, а вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застольей!